Итак, Казань. Я думала совсем не о Казани. А о чем? О человеке. Относительно жилей человек – существо относительное. Относительно жилей человек – существо желеобразное. Как сегодня нам рассказала Марина Янаускайте, если у человека нет цели, то он сам по себе просто вертикальная лужа. Если у человека нет цели, он просто вертикальная лужа. И ты решила медуз поставить, да? Да. Правильно. Здравствуйте, вы к нам? Да. Да. Проходите. Я сама первая. У нас, к сожалению, не предусмотрено призов со самых первых. Но мы вас обязательно запомним. Ну, конечно же, сейчас такие условия. Постоянно все меняется. И поэтому просто надо успеть. Просто не остаться там где-нибудь во среднем эшелоне, а быть первыми. Конечно же, надо все это постигать, узнавать. Потому что наши, даже те же студенты, знают порой больше, мне кажется. Одно дело это теория. Одно дело это вот работать по той теории, которую преподают в школе, в вузе. А другое дело, когда такие супер, супер профессиональные специалисты делятся опытом. Деревня. Мы делаем для деревни проект. В деревне был один магазин. Магазин сгорел. Мы делаем для жителей этой деревни материал. Первый вопрос, который волнует жителей деревни. Измени себя. Деревня. Вживайте шкуру деревенского чувака. Какая сволочь подожгла. Ну так-то, честно. Пробуйте, вот чем ближе к той речи, которой эти люди разговаривают, тем точнее вы в эти вопросы попадете. Попробуйте вжиться в свою целевую аудиторию и сформулировать три вопроса, которые волнуют этих людей в контексте этой темы. Или мы компания разрабатываем, или мы сейчас делаем спецпроект, или мы сейчас делаем лонг-рит. Это штука, которую надо из мозга управлять. Потому что понятия не имеют, что мы сейчас делаем. Мы сейчас делаем историю, тему для людей. Мы до формата даже близко не дошли. Понимаете, в чем смена парадигмы? Раньше нам говорят, типа, давайте сделаем лонг-лин. И мы все материалы, которые нам в лонг-лин, не подходят, мы их просто регулируем. Мы сейчас пробуем учиться думать о интересах аудитории, неважно в какой формате. Мы потом до формата доберемся. Есть одно мое любимое слово. И ежуха. Это сокращение от и ежу понятно. Чем больше вы внутри темы, тем больше для вас очевидного. И тем меньше понятно это будет для стороннего вашего пользователя. Вы спланировали, вы представили, как вы это будете делать. После этого берете свежую голову и пытаетесь ему сказать, собственно, то, что вы сейчас практиковали. Очень много практических вещей полезных, таких, до которых как-то и сам не додумаешься, не прочитаешь нигде. И очень хорошая практика. Очень много для себя открываешь. Можно сказать, что это такой огромный курс за очень короткое время. Тоже смотреть, видеть себя как потребителя, то есть поставить себя на место, то это очень помогает. Я раньше об этом не знал. Сейчас как бы это буду, возможно, применять в дальнейшем. У тебя могут быть очень много идей. Благодаря этому тренингу ты можешь выстроить цепочку, выстроить логику своих действий. В этом плане это плюс. Я уже какие-то вещи записал, вот технологии работы по персонажам. Я давно о ней слышал от маркетологов, но сейчас хочу ее попробовать в рамках редакции уже сделать это более формализованно. То есть до 2 ноября 2016 года у тебя был сайт на народе? У меня был сайт на народе, да. Какой вывод мы можем сделать? Все-таки ты немножко консерватор. Я связующее звено между тем, что было вчера и... Между прошлым и будущим. Слезующее звено между народом и WordPress. WordPress это тоже вчерашний день. А сегодняшний какой? Трисогуска. Вы ничего не знаете про движок Трисогуска. Вот такие мудры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова